Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня я расскажу вам про нейроигру, которая называется Цветовой Код. Как сделать эту игру в домашних условиях я расскажу вам чуть позже, а покажу суть игры на примере наших методических пособий. Как я уже сказала, это нейроигра, а значит она будет направлена на гимнастику, на развитие нашего мозга. Наверняка во время долгих зимних каникул вы успели уже покататься с горки, слепить снеговика, поиграть в снежки, а мозг наш все это время отдыхал. Скоро всем выходить в школу, на учебу, в садик, на работу и поэтому нужно немножко взбодрить наш мозг, а как это сделать я расскажу вам сейчас. Есть игра, смысл которой в том, чтобы работали разные зоны нашего мозга, которые обычно в нашем привычном состоянии не задействованы, чтобы формировались новые нейронные связи. Что нам для этого понадобится? У нас есть дощечки с изображением разных цветов. В данном случае они тактильные, но для этой игры пока мы эту их функцию использовать не будем. Нам важно именно обозначение цвета. Цвета у нас красный, зеленый, синий, вы можете выбрать любой. Здесь у нас две зоны. Одна зона для правой руки, другая зона для левой руки. И цветовые маркеры, соответствующие цветам дощечек. То есть у нас в данном случае это треугольники, но это тоже не имеет никакого значения. Главное у нас для этой игры это цвета. То есть маркеры тоже цвета зеленого, синего и красного соответствуют цвету дощечек. В данном случае мы раскладываем дощечки с разными цветами в определенном порядке, одинаковом для обеих рук. То есть вот у нас сначала идет красный цвет, потом зеленый, потом синий. И даем задание с помощью цветовых маркеров. Зона работы у нас будет выше, потому что здесь ребенку нужен доступ для того, чтобы он клал свои ручки на дощечке. Смысл в том, что для каждой руки мы даем разное задание. То есть в данном случае, например, для левой руки мы раскладываем порядок красный, синий, зеленый. А для правой руки, например, синий, красный, зеленый. Задача ребенка по очереди выполнять задание. По очереди раскладывать ручки на правую и левую. То есть каждая рука должна выполнять задание, которое изображено вверху. В данном случае цвета отличаются, поэтому ребенку будет не совсем просто выполнить это задание. Он должен одновременно складывать ручки в соответствии с цветом. То есть у нас идет правая и левая, да? Правая рука красный, левая рука красный. Положил. Может вначале озвучивать эту инструкцию голосом себе, чтобы ему было попроще. Дальше смотрим. Левая рука у нас должна быть на синим, правая рука должна быть на зеленом. Положили одновременно. Дальше идет для левой руки зеленый цвет, для правой руки синий цвет. Положили. Чем дальше будет развиваться игра, тем быстрее можно просить ребенка выполнять это задание. Для начала ему нужно немножко вникнуть, а дальше это задание будет ускоряться. То есть вы просите ребенка делать его чуть быстрее. Вы меняете только цветовые маркеры. Дощечки перед ребенком лежат в том порядке, в котором он их запомнил, чтобы ему было проще ориентироваться. Это задание называется гимнастика для мозга, поскольку вы можете попробовать это сделать сами. Кажется со стороны, что это легко. На самом деле мозгу непросто. Почему? Потому что задействованы разные зоны мозга. И для правой руки у нас работает одно полушарие, для левой руки работает другое полушарие. Они выполняют это задание одновременно. Соответственно, это одновременная работа обоих полушарий. Обычно более усиленно работает какое-то одно, когда мы выполняем какое-то задание. Поэтому в этом случае игра у нас развивает новые нейронные связи. Игра у нас развивает внимательность. Игра у нас развивает усидчивость. И немножко бодрит нас. То есть мы как бы начинаем понимать, что не все так просто в этой жизни. И какие-то элементарные действия, оказывается, вызывают у нас достаточно сильное напряжение и работу мозга. Я обещала рассказать вам, как эту игру можно повторить в домашних условиях, не имея перед собой, например, вот такого яркого красочного пособия. То же самое можно сделать с помощью нашего любимого цветного картона, либо цветной бумаги. Можно вырезать вместо дощечек прямо ручки. То есть обвести ребенку руку или свою руку, чтобы она была чуть больше. И сделать, например, красного цвета руку, зеленого цвета руку, синего. И, соответственно, лев руки в другую сторону то же самое. Ну, чтобы ручки отличались. И, соответственно, ребенок будет понимать, куда класть какую руку. Маркеры также можно сделать квадратные, круглые, любой формы. Главное, чтобы они соответствовали цветам рук. Чтобы ребенку можно было выкладывать задания. Вот таким образом можно поиграть, размять свой мозг и подготовиться к тяжелым трудовым будням. Это была очередная игра, которая не требует особых вложений. Мы будем рады вашим вопросам, пожеланиям, вообще любой вашей реакции в комментариях. Ответим на все ваши вопросы. Оставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok